Ребята, всем привет! Меня зовут Марина. Вы на канале Архидушки и мы. Вот так вот цветет моя клумбочка из недавно пересаженных фаленопсисов в одну коробку. Об этом я вам расскажу чуть позже. А сейчас видео ответ. Как же все-таки я поливаю свои фаленопсисы сейчас, когда на улице стоит дикая жара. И не знаю, как у вас, а у нас ветра нет. Живем как в пустыне. Очень сильно жарко. В тени до 40, на солнце и того больше. Как же все-таки я поливаю свои фаленопсисы, чтобы не подхватить бактериальную гниль. Рассказываю. Мои все фаленопсисы сверху летом покрыты вот так вот мхом. Этот мох абсолютно сухой. Для чего я его использую? Да, для того, чтобы сохранить ту влагу, которая есть в горшке. Поливаются они в основном снизу. Стараюсь особо долго не мочить. Ставлю на подоконник те, которые сильно близко к стеглу. Вот эту часть прикрываю чем-то, чтобы избежать теплового удара корней. Чтобы корни не сварились в своих емкостях. У них у всех дренажные отверстия, особенно по низу. Потому что сверху кора просыхает быстрее. Здесь влага держится намного дольше. Поэтому во всех моих горшках есть вентиляционные отверстия, которые я проделаю просто раскаленным гвоздем десяткой. Ну, вот так вот. Вот еще мини-фаленопсис точно так же. Видите? Мини-фаленопсис, по крайней мере вот эти мини-фаленопсисы, они на фитиле в настоящее время. Фитиль сделан из домского чулка, скажу вам честно. Вот так растут они втроем. В одном горшочке. Горшочек невысокий, но широкий. А вот таких коробок можно разместить несметное количество. На моих подоконниках в настоящее время расставлены тарелочки, баночки, обрезанные бутылки, набранные водой. Для повышения влажности. Вот таким образом я увеличиваю влажность вокруг горшка. Солнце светит, вода испаряется, вот вам и влажность. Сверху, еще раз повторюсь, я их не увлажняю, для того, чтобы от шейки не пошла серая гниль, не появилась, не дай бог, бактериалка. В общем, чтобы как-то сохранить. Вот спадет только жара, как только на улице установится температура градусов 25, мы будем купаться горячим душем. Тогда уже промочится хорошо и мох, вымаются листочки. Пока я только изредка, когда у меня есть время. В настоящее время листья грязные, видите, не протертые. Я не устраиваю пока зуху на камеру. Вот как есть, так и есть. Я протираю просто листочки водичкой с перекисью водорода с двух сторон. На всякий случай, чтобы вдруг где-то какое-то насекомое появилось, чтобы снять его личинок, его яйца. В общем, как-то вот так вот. Я не боюсь пересаживать цветущие растения. Как вы видите, они продолжают доцветать. Цветы вянут, но вянут естественно. Они не засыхают, они просто увядают. Вот еще один фалинопсис, пересаженный в цветущем виде. Вот такой вот он красивый, пестренький. У него красивый крапчатый лист. Такой какой-то вот сизый. Темно-зеленые пятна. Вот я на него смотрела, смотрела. Вот пересадила, девочки, а теперь и думаю. Глупо сделала, надо было не пересаживать. Надо было подождать, пока доцветет Манхэттен. И вот они очень похожи с Манхэттеном. Посадить их в один горшок. Теперь давайте перейдем к вопросу о групповых посадках. Групповых посадках должны, это мое мнение, участвовать растения. Если это мини, значит мини-смини. Если это стандарт, значит стандарт со стандартом. Или, по крайней мере, примерно одинаковые по возрасту растения. Не нужно садить деток, я имею в виду сознательно садить деток, к взрослым фаленопсисам. Потому что, как мы все понимаем, у деток корневая слабее. И может получиться так, что не хватит того полива, которым, как вы поливаете вот свои взрослые растения. А если будете поливать с учетом этой малышки, значит вы сгноите корни другого растения. Поэтому я считаю, что селить в один горшок нужно растение примерно с одинаковой корневой системой. Вот видите, вот, допустим, вот как вот, три моих взрослых растения. Да, я вам говорила, что здесь каменная роза, в повороте бабочка, и в повороте пилор. У пилора остался, как же показать, у пилора остался только один цветочек. Все остальное уже облетело. Ну, в общем, это та же повороте бабочка, только с чуть-чуть сдвинутыми лепесточками. Они подходят по окрасу. Примерно одинаковая окрас у них. Одного размера цветочки. Вот, и, можно сказать, одного размера у них и ботва, и корни. Вот так они сидят, девочки. Вот это та пищевая коробка. Ребята, мальчики, простите, как всегда. Вот, это обычная пищевая коробка. Вот ее крышка. Вот она с ручкой была. Проделаны дренажные отверстия. Высажены сюда фалинопсисы. Собственно говоря, сюда можно было разместить и четвертый. Но четвертого, более-менее похожего у меня просто нет. Видите, разместила так. На подоконнике эти коробки становятся намного удобнее, чем горшки. И поливать их легче. Взял, отнес, полил. А нет, вот в этом вот горшке там тоже есть, вон, видите, фитильные веревки, которые лежат, вот это вот все дренаж, которые лежат поверху дренажа, прикрытые слегка рваными кусками мха. А дальше идет основная кора. Кора, вернее всего, грунт состоит из свежей коры и 50% той коры, которая была в горшках у этих растений. То есть ту кору, которая была в магазине, я подержала в микроволновке 5 минут, для того, чтобы убить вредителей. Смешала ее со свежей корой, добавила угля и посадила свои орхидеи. Старая кора, я считаю, нужна для... Хорошо она работает как адаптация, это раз. А во-вторых, она подсилит нужные грибы в горшок, вот к этим моим орхидеям. Вот так вот они растут. Вот у этой орхидейки уже начался рост молодого листа. Вот там он, видите. Вот, все остальные пока еще никаких движений не показывают. Ну, они уже так находятся не первую неделю. Тургор у них отличный. Листья у них хорошие, упругие. Вот, отцветут. Я срежу цветоносы. Еще раз повторюсь, я цветоносы срезаю до первой живой почки после разветвлений. Отступаю сантиметра полтора-два и срезаю эти цветоносы. Слепые почки я оставляю на случай выпуска боковых цветоносов. Да, а этот, конечно, ничего, пусть пока так поживет, а потом адаптируется, а потом пересядет к Манхэттену. Мини-фаленопсисы точно так же, видите. Здесь тоже фитиль. Растут там молодые корешочки. Вот они втроем. Мини-фаленопсисы, это моя слабость. Я не могу от них отказаться. У меня их очень много. Если по одному, так можно поливать их целый день. А так ломбочками отнес, полил, залил, водички добавил, удобрил и все в порядке. Вот эти два уже съедят так давно, с прошлого года. И не знаю, то ли это было совпадение, то ли так оно будет всегда. Но я надеюсь, что при групповых посадках эти фаленопсисы будут одновременно и цвести. Ну, я так сильно хочу. По крайней мере, вот эти два цвели одновременно. Вот один, у одного из них, вот такой вот цветонос оставался. Я его срезала, потому что мне не нравится. Цветение вот такое, вот один-два цветочка, потом дорастает почкой, снова он цветет. Вот я считаю, пусть он отдохнет. Они цветут, вернее, все цвели с августа прошлого года. И считаю, пусть они отдохнут, наберутся сил и зацветут, может быть, вдвоем. У второго фаленопсиса цветочки такие же, точно такие же, только пилор. Это два мини-фаленопсиса, ароматных фаленопсиса с очень стойким запахом. Вот у пилорика, он уже можно видеть, идет рост молодых корней. По этой причине отмирает вот этот листик. Видите, корешочек идет из пазухи вот этого листа. Он порвал этот лист, поэтому этот лист со временем скушается. Это не страшно, это естественное явление, это все нормально. У этого вот растет уже довольно-таки крупный листочек. Точно так же сверху лежит абсолютно сухой мох. Влага поступает только снизу. Еще раз повторюсь, это в целях избежания бактериальной гнили, серой гнили, черной ножки и всех вот этих вот зараз, которые могут приключиться с орхидеями. Я их не брызгаю летом, а только ставлю мокрые поддоны в стаканчиках воду, которая испаряется и увеличивает влажность моим орхидеям. Я думаю, я ответила на ваши вопросы. Самое главное, я показала вам, что же такое пищевая коробка. Вот она, это обычная пищевая коробка. Их на рынке продают разные. Я покупаю квадратные или овальные. Мне так удобнее ставить их на подоконник. Некоторые я вот за вот эти вот места просто вешаю. Ну, в общем, размещаемся, девочки. Размещаемся. Ну, а что делать, если хочется еще и еще, а места все меньше и меньше. А времени тоже занимает очень много, когда большое количество орхидей. Поэтому мы садимся вот такими вот клумбочками. Вот видите, они растут параллельно друг к дружке. Разложили свои листочки. Точно так же и эти параллельно стоят друг к другу. Он просто, у этих еще листьев, знаете, вот как они были сложены в целлофанках. У этого вообще еще растет листочек. А те вот, как были сложены, вот так. Ну, ничего, они со временем разложатся. Они разложат свои листья по отношению к источнику света. На этом все, друзья. Желаю вам красивых цветочков. Найти место для новых желанных цветов. Удачи вам и крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok